Вы смотрите отзыв об отеле Нейсианул Дэ Кьюба. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Юри 07, который был в нем в 2011 году. Отель Нейсианул Дэ Кьюба был выбран по следующим интересующим особенностям. Один пять звезд, заявленных отельером, обещали, как оказалось, призрачный комфорт. Два – исторический колорит архитектуры и богатая история отеля. Три – близость к океану и описанный, стариной Хэмом, известный набережный Малекон. Первые впечатления об отеле, как и полагается, начали формироваться в поле, во время заселения. Приехали в Гавану поздним вечером и вид на гостиницу, в лучах подсветки, с колониальной архитектурой, нас порадовал. Но на ресепшене не смог найти ни одного русскоговорящего, или хотя бы понимающего русский язык представителя Острова Свободы. Хотя во времена моей учебы в институте, кубинцев, учащихся рядом было превеликое множество, вопрос, куда они все подевались. На своем огромном знании минимального английского, решил вопросы с размещением, но номер, который имел вид на океан, по уровню комфорта, а точнее его отсутствию, был далеко не пять звезд. Утром до завтрака, мы с дочерью отправились знакомиться с отелем уже более подробно. Отель находится на великолепном месте, с прекрасным видом на океан, огромным, по европейским меркам, внутренним патиа, двориком, этакий мини-парк, где гуляют павлины, стоят установленные, бог знает когда, огромные береговые орудия. Много пальм и разной зелени, которые создают уютную тень над дорожками для променада. Есть много скамеек для отдыха, столиков кафе и ресторанчиков, где можно любуясь на океан и набережную Малекон, потягивать коктейли, Куба Либри, Мохито, Гаваная Специя Ял, Эрнест Хемингуэй, Дайкири, Кубанита и Сладопинос, Пресиденте, Саока, Куба Белла. Каждый из перечисленных коктейлей имеет абсолютно индивидуальный, в зависимости от того ресторана, где вы его закажите, именно кубинский вкус. А секрет этого досмешного прост, на Кубе нет жестко отмеренных пропорций и состав коктейля, а значит и вкус зависит от настроения бармина. Наличие того или иного рома и так далее, я же всем рекомендую, хотя бы попробовать. Чисто темный выдержанный кубинский ром, причем обязательно черный, обозначаются Dark, Black, Negro, Havana Club, Santiago de Cuba, выдержанный ром обозначается словами Premium Aged, Aneia, Erham Vioxx. Под этими определениями может скрываться напиток со сроком выдержки в дубовой бочке 5 лет и выше, но как правило не более 12. И выкурить хорошую кубинскую сигару Коу Хыба, Балова. Все перечисленные удовольствия можно сочетать с кофе, которое кубинцы умеют отменно готовить. Возвращаюсь в гостинице, хотя после таких воспоминаний сосредоточиться нелегко. Отель Neisiano de Cuba настолько знаменит, что в холле постоянно появляются туристические группы из других отелей, просто туристы. Пол в гостинице выглядит помпезно, если учитывать время постройки, в колониальном испанском стиле, мрамор колонны и тому подобное ресторанов несколько. В тех, которых пришлось завтракать, ничего особенного и кухня достаточно проста. Наиболее интересным показался бар, ресторан на 2 метра этаже, с игровым аппаратом, на котором играл Аль Капоне, с фотографиями известных людей, побывавших в этом ресторане, этакий ресторан, музей. Там удобно выпить чашечку кофе, любуясь на океан, почувствовать атмосферу того времени. Общий сервис в отеле я бы назвал ненавязчивым. Подводя итог, могу утверждать, что гостиница как объект туристический и исторический очень интересна, не из дешевых, но для знакомства с Кубой в первый раз очень подходит. Колорит Кубы, незабываемый шарм и праздность этой интересной страны. Все это можно почувствовать в отеле Нейсену Дэ Кюба. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok